Тысячи бродяг и заключенных на Урале собираются получить паспорта и прописку. Пошаговая инструкция описана в специальных памятках, которые общественники выпустили для людей с нелегкой судьбой. Репортаж Марии Козловой. Возле Иоанна Притеченского собора сегодня читальный день. Из рук в руки передают новые правила жизни бездомных. Одни от книжки открещиваются, другие вздыхают, но вникают. Пожалуйста, оставьте книжку, я почитаю, пойду. Паша в прошлом гражданин Таджикистана бродяжничать начал пару лет назад, когда потерял ногу. Земля из-под ног ушла вместе с паспортом, пропиской и билетом на родину. Так и остался на улице. Спасибо вам, мы обратимся туда. Справочник для обездоленных уже второе издание Юрия Потапенко. Исправленное и дополненное. Такое же он выпустил для заключенных. Первая книга выживания увидела свет три года назад. Изменения в российском законодательстве большие произошло. Это первое. Второе. Мы убрали там пункт, как бы довольно не работает, потому что граждане, граждане находясь в местах личности, многие выходили без паспортов. Зато бездомный может получить прописку по месту фактического пребывания. Например, в районном центре соцобслуживания. Паспорт не нужен. На странице 10 освободившимся напомнили. Пособие для них увеличили на 100 рублей. Помощь Натальи очень кстати. Из женской колонии она освободилась несколько дней назад. Родителей в живых уже нет. Паспорт просрочен. На работу не берут. Многие женщины же не знают, какие права, какие что. А здесь вот все написано. После того, как вы узнали о нарушении ваших прав, нужно приступить к их защите. В областном центре занятости, куда первым делом приходят многие осужденные бродяги, а книги уже знают. Пользу принесет, конечно, своеобразный путеводитель. Конечно, хотелось бы более доступно и более понятно. Но я вижу, что некоторые документы даже представлены в информативном виде. То есть можно посмотреть уже, как выглядит это заявление. Сейчас памятки распространяются по комплексным центрам социального обслуживания населения. Большая партия, брошюр для освобождающихся из исправительных учреждений уже отправлено в управление в ГУФСИН. В мае эти книги получат и несовершеннолетние преступники. В Кировградской колонии эти книжки начнут читать уже в конце мая. Правда, оценили книжку далеко не все. Из 20 опрошенных лишь четверо готовы начать новую жизнь. Я не скотина, а человек. Мария Козлова, Иван Мякишев. Новости 41 канала.